Тюбин очень был громок и прям убедителен. По-моему, сейчас они очень злыми выйдут на эту игру на втором Дасте. Я ожидаю очень горячей игры на Дасте 2 между FX и SK. Ну, вообще, сегодня горячий день, у нас будут горячие полуфиналы продолжаться совсем скоро. После SK FX. У нас будет даже не горячие, а очень-очень горячие полуфиналы. Напомню, после SK FX полуфинал, вдруг кто не знает, там в интернете, в зале, Virtus.pro против Moscow 5. Это российское дерби, причем с большой предысторией, с большим контекстом и большой мощной. Сейчас, наверное, этот матч будут смотреть очень многие. Ну, еще самое главное вообще на этом турнире, то, что одна команда из России точно попадает в финал, а это уже оно самое. Это уже финал, да. Так, ну что здесь? Заходят на сервер граки обоих коллективов. Так, поляки на совещание встают. SK Gaming вроде бы все как обсудили. Нет, тоже решили. Нет, тоже решили повторить. Ну, видимо, они расслабляются на улице, а потом здесь заново как бы собираются и стараются что-то. Да, да, нужно привести себе форму перед игрой, там похлопать друг друга по фейсу. У нас тут ТАО пришли посмотреть на матчи. Да есть же. Сидят. Так, ну что там, наверное... Будешь прогнозы делать? SK атакуют... Не хочу никаких я прогнозов делать. IFX защищаются. Я могу сказать вот точно, что SK будет играть медленно. Они будут играть так же, как против Natic на DreamHack. Вот я в этом... Сейчас будем за ними следить и будем промывать им косточки вообще. Да. Потому что у нас очень много вообще сейчас, весь спор о том, как играет SK, то, что они играют слишком просто, в основном... Коля сказал, что только один раунд они вроде как и показали, да? Да, да, да. Какой-то проработанный. Сейчас мы посмотрим. Я немного не согласен, но не буду спорить. Я молчу, время покажет и Na'Vi покажет. Na'Vi. Na'Vi покажет. Почему ты все время Na'Vi вспоминаешь? Тебе, видимо, не хватает коллектива Na'Vi на этом чемпионате. Давненько уже хочется, да... Посмотреть на своих. Знаешь, просто не было турниров за последние полгода, кроме чемпионата мира, где были бы все. Где были бы и Fx, и Na'Vi, и Sky, и Fnatic, и Fnatic, и Gamercy, и MTV, и бразильцы. Впереди еще World Cyber Games, и SVC, Game Gun. И Star Seul. Да, еще и Star Seul. Ну и Star Seul такой инвайтный, хотя благодаря инвайтам там собираются реально сильные коллективы. Знаешь, это вот единственный турнир в мире киберспорта, вот я не знаю, как будет в этом году, но который идет четко по расписанию. Да, да. Который очень четок вообще. Мне очень нравятся такие турниры, как и Star Seul. Давненько его не было, очень хочу. Да и все, наверное, команды, им всем нравится приезжать в Корею и играть там, потому что там они вообще суперзвезды. Да, другая атмосфера. Да, там совсем другая атмосфера. Там тебе подбегают, берут автографы. Мне даже нравятся вот такие турниры, знаешь, больше, чем WCG и SVC, если честно. Вот, типа из Star Seul, вот он очень яркий. Ну, если все будем работать на сферу, то сфера рано или поздно начнет развиваться, расширяться. И может быть в будущем, у вас в Киеве может в будущем будет то же самое, кто знает. Или у вас в Москве. Ну, у нас в Москве нет киберспорт-арена, она офигенна. Должна же появиться когда-нибудь. Вот, FX Power. Ну, что-то там еще решили обсудить, ребята, из СК. Ну, и Робан сейчас такой крикнет, я старик, но я могу. Или что-нибудь в этом роде. Да, да, да. Нам нужен матч. Нам нужен матч. 16-14, первая игра. Обещает нам очень интересный D-DAS 2. Я надеюсь, что FX не расклеится, а только наоборот станут еще сильнее. Они играют в защите, ну, тем для них сложнее матч. Ну, в принципе, только что СК начинали в атаке на трене и во второй половине вытащили. То есть, тут, в принципе, может быть то же самое, только за командой FX, но мы знаем СК, их нынешнюю форму, их видели Фореста. Такое ощущение, что СК поймали вообще какой-то кураж. Они прямо... Вообще, вот такие победы, как та на трене, они дают очень большую уверенность. Тем более, за ними уже есть одно очко во всем матче в целом, то есть по картам. И желание, думаю, у них хоть отбавляй сейчас. Ну, все, начинается игра. Давайте смотреть первый раунд в этом матче, что придумают сейчас СК. Ну, СК гейминг будет уже разыгрывать осторожно, это понятно. Без нервотрепки. Вот что придумают поляки, вот это тоже интересный момент. Тут сразу несколько позиций нужно показывать. Ну, вот они любят, видишь, что они любят здесь убивать преимущества все вначале, и, по-моему, они к этому сейчас идут. Или нет, или да, или нет. Я вот не могу понять, готовится или нет? Нет, нет, нет. Это... Ну, ты понял. Ну, да, да. Заманушка. Кто его знает? Замануха это. Как видим, видишь, она работает. Ох, как заманили, но все равно. Пошла банка, контакт, тут два, два пистолета стреляются просто с двумя игроками. Выперт на путь, ложка падает, но в итоге атаку отпустили. Защита тоже отошла. Друг друга, друг друга прикрывают, здесь Лорд и Кубен. Ну, вот они, ну, раз-то... Ой, это Форест. Приходит еще, тыкается, пас, граната, пас минус Долтан, Кубен минус Форест, ну и это три в одного. О, остается один гидрайт. Ну, он может, он все-таки гидрайт. Он бы не был гидрайтом, чтобы поляки сейчас не боялись. Здесь ситуация не та. Минус один. Да, друзья, это... Это выглядело очень технично, я бы сказал. Да, я открыл сейчас глаза очень широко после этого момента. Ох, вразмен! Вразмен сыграли, но тут... 13 кп осталось, уташли. Чуть не хватило. Вообще он мог подловить, вообще он мог подловить двух игроков. И мог раунд взять. Если бы времени было побольше, он бы еще мог там пробежать, поставить, не знаю, плент. Хотя он так мог поставить. ФХ начинает снова победить в пистолетном раунде. Ну, это уже хорошо. Все-таки они будут играть в защите. Хотя, подожди, мы ведь смотрели уже матчи на д-дайсе втором от ФХ. Ну, мы помним, что защита не очень, но хотя против СК сегодня может быть очень и даже очень. Сейчас посмотрим. Ну, вчера как-то не клеился у них особо второй даст. Хотя, правда, вот с финнами они хорошо атаковали. Помнишь, проиграли вначале в атаке пистолетные, два слива, потом 12 подряд взяли и, в принципе, потом просто додавили. Потихонечку команду Ракет. Ну, Ракет, конечно, да. Мне кажется, что еще Ракет зажгут. У них сейчас вот в первый раз там за несколько лет. Ну, вчера они в потипа зажгли, наверное. Да. Нет, ну они, конечно, расстроены, да. Все могло быть иначе. Ну, так получилось. Там уже Нео со Стрик Фейса. Спокойно так надлиннее его обработал. Нет, здесь все показывало, что он нормально для ЭФК, все спокойно. Кажется, очень злые они были, очень злые. После поражения на первой карте 16-14 была... Главное, чтобы им злость не помешала здесь играть ровно и хладнокровно. Такую мошную я еще не видел давненько от ЭФК. Очень хорошо сейчас играют Фраг Экзекьютор. Пока что без потерь. Вообще ровно без потерь. Да, ровно без потерь. Ну, это плюс. Они еще и деглы выбили. Ну, я слышал, что сейчас говорят поляки. Это очень даже переводимо. Ну, да. Это понятно иногда даже бывает. Чересчур понятно. Все, все, начали вот... Включаются ЭФК, включаются крики, эмоции. Я думаю, что сейчас начнется... Супер жесть. Это ребята, которые... Супер жесть. Да, это ребята, которые могут собраться вообще. Собраться так, что их потом... Так, назад нам надо. Да, послезавтра не отпустим. Назад, вот сюда, да. Мирсад Кубанов. Мидл вышел Робан. Ой, тут походу тут сманеврировались. Хотели на б... Затыкили таза. Проход пошел. А есть? Да, есть. Есть пакет на руках. В общем, они попытаются... Ну... На деньги, это уже не особо важно. Гидрайт. Гидрайт, реализация девайса. Один фраг, девица, кальта. Спрейн. Оу, Паша. Лучше бомбу ставил. Хотя все равно они там сейчас должны уже покупать. Полуики действия. Давай, как и сыграли. 3-0. 3-0. В пользу польского коллектива. Не, они очень успешно начали защитить. А вопрос дальше. Смогут ли они что-то взять еще в защите? Сейчас ход ЗСК. Ход конем. Ход конем. Нет, просто ход. Лошадью ходи. Лошадьми. Поскакали. Ну что, давай посмотрим, что придумают шведы сейчас. Будут ли они изобретатели или нет. Вот, Коля, наверное, сейчас внимательнее эту игру смотрит. Я в этом не сомневаюсь. Такая затишина. Очень аккуратно. Пытаются. Без риска. Да, без риска играть в СК, безопасить себя то, что к нему будет. Ну, говорю, стиль игры. Вот он такой же, как в матчах против ФНАТИ. Проверили. Проверили, прочекали Лурда. Сжарили. Ну, теперь вторую фишку реализовать никак и получится. Не, ну, просто знаешь, почему проверили? Он там в пистолетном сидел. И они вот тут три раунда прошло, опять на том же месте. Его сразу на оружие решили прочекать. Почему бы и нет? Ну, смотрим дальше. Пока не слишком страшно для команды FX. Да, они в меньшинстве. Но еще, как бы, четыре в пять не вполне играбили. Тут, в принципе, вот этот человек, он, как бы, именно с этой позиции очень хорошо всегда разыгрывает. Да, мы вчера смотрели его матч с Финнами. И он, конечно, творил чудеса. Ну, шведы не Финны здесь тоже стоит учесть. Учитывать. Нет, вот и фолт у шведы не Финны. Ну, давай, смотри. Смотри, пошел, пошел такой проход. От Эмилия, а не просвет. Спокойненько пытаются зайти. Ну, тут изоляцию, конечно, нужно тоже что-то раз отдавать. Прокат робан. Ну, здесь сняли бобы на... Сняли таза. Так где ж все умирают-то? От форостой. Да ладно? Ой, Паша. Ну, вот сейчас бы я, если еще бомбу убил, убил бы второго, а тут промазал. Да, непонятно, как он промахнулся. Вроде бы и навелся, знаешь, вроде бы и должен был дать фраг. Ну, дернул, наверное. Ну, он мог ноузумом еще потом просто дать сразу. Второй раз моментально. Ну, это 3-1. Первый девайс ушли в копилку команды СК Гейминг. Гаминг. Берут они первый раунд. Довольно легко сейчас. Четыре длина. Прошли, закидали и просто разобрали команду FX. Итак. Такое позднее какое-то дымление влетело на центре. На централочке. Ну, и тут готовится мясорубка, мордоворотня, не знаю, как это правильно назвать. Но вы сами должны все видеть, понимать суть ситуации. Ближний и дальний вышли. Расстрейфили парня, минус лурк есть. Что ж такое? Попытка дать контроль. И вот мажет. Ну, нет, в упор, вот смотри, в упор вышли. Паша так размирается, минус два дает. Ну, тут почти минус три. Нет, мажет. Мажет, стреляет с ямой. Ох ты, Паша, какой чайник просто ставят, ну. Паша просто выживает именно вот у него. Такой на арморе человек. Паша показал просто, что он с АВП мордоворот и все, и раздал. В лоб. Нормально. Вообще на ровном месте, да. На центре разворачивается тоже ситуация, но Гидрай здесь не справляется. С Лебой 4-1. Ну, видимо, хотели немножко повторить раунд с одним апгрейдом, втроем выходили. Сейчас, ну, потом четвертый подтянулся. Хотели повторить СК, но сейчас Паша. Не, ну они открывать начали удачно. Они вот просто Пашу не смогли изолировать. Плюс, ну, его хорошо прикрывали. Да, его прикрывали очень на ура. Не дали убить. Самое главное. Из баннера помогли. Такие проработанные моменты решают. Ну и Паша не подвел. Вообще не подвел. Ну, Паша вчера так же не подводил, кстати. Очень хорошо все получалось. Сейчас какой-то жесткий... Жесткий момент. Может получиться. Паша снова не отменит спаркч. Да, он там зик аркадил, походу. Ну, тут пошел выход, как видим, на винте. Здесь идет борт. Откуда в размен? Кьюбин. Ну, вот это что значит? Кьюбин сыграли. Кьюбин таранит, у него выходит алпана. Это два. Минуса есть, но в итоге пакет на них. И остался последний лесничок. Слушай, я же чувствую, знаешь, злость. Да. И настрою вообще, концентрацию этой FX. Просто очень жестоко они взялись. За вторую карту. Форест минус два, минус от него и 5.1 пользуя FX. И Нао сфоткой. Фоткает своя или... Так, посмотрим давай. Что Нао с ней будет делать. Отдаст? Я бы отдал. Нет. А я бы не отдал. Неужели ты? Сейчас, 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 сейчас. Неужели, неужели три? Я вот смотрю, что... Два вроде. Два, два, да. Два, да, не три. Так. Ну что? Посмотри. Ну тут уже... Тут решили побегать побыстрее. Ну у них сейчас, конечно, пистолеты, но они... Нео. Что-то скажут. Паши-то позиции не махнулись. Ой. Ну делпан-то доставляет, конечно, да, польскому игроку. Ха-ха-ха. Но просто в позиции. Ну, еще мидл выходили, здесь кубан отработал. 6.1. Сел, подпрыгнул, сел, подпрыгнул. Вот так вот. Ну это весело, с такими моментами наблюдать вообще. Вот. Ну и защита, в принципе, впереди. Ну вот эти шесть раундов. Уже, уже серьезно. Это уже серьезно. Это уже серьезно. Но если вот они еще возьмут сейчас два раунда и потом пойдут дальше, это будет очень-очень хороший результат для них, именно вот в игре за защиту. Просто что-то с атакой УСК не чисто. Тут видно, что они как-то много думают и слишком медленно действуют. Вот прямо по-простому. Очень жестко, очень... Ай, зря. Ох, Робан не отпускает Паш с Аркады. Прикрыть пытается Кубин. Но не получается этого сделать. Танция должен прикрыть, да. Развели Форест. Здесь они уже на 2-2, в принципе, должны все это дело были отработать. Но они это сделали. Они это сделали. Тут, кстати, сейчас ответственный момент должен назревать. Не только на этой позиции, но еще с другой стороны. Да, флешили таза. Он мог дать минус Луарда. Минус от Луарда. Ну, он здесь брил уже в Аркаде. Забрал Робана на центре. Прождал. Ну и 3-3 ситуация. Она играбельная для защиты. Да, будет, конечно, наверное, играть. Тут стоит зайти по-любому. Ну, он не посмотрел, лорд. Так, да. Не посмотрели выход сверху. Ну, хоть не с Титаникой убивали. 2-3. Отпугивают. Отпугивают молокогранатами. Защиту. Ну, и тут бомба уже, в принципе, взрывается через несколько секунд. Начинает прямо сильно пиликать. Ну, и СК догнали, что все. Соперник ушел. Вторая школа к копилке. Второй раунд для СК. И, знаешь, как бы по экономике сейчас там все равно должно быть. Кстати, здесь первый раз они на Б. Все не плохо. Разыграли. Ну, они разыграли. Уже после размена в центре. И перетянулись просто по инфе, что там пусто. Зато, посмотри, у них там очень все удобно получилось. Очень удобно сложилось, реально. И если они сейчас вот поймают эту волну на работах, да? Чтобы потом по ситуации ориентироваться правильно. А тут не было на работах. Тут опять они с игрок хотели играть быстро раунд. Нет, это понятно. Возможный сплит, но я... Они лишь один просто волну поймали, а они не пошли на таран. А, например, вот в матче с Натик на DreamHack, они там постоянно таранили, стрелялись. Еще и на поздних стадиях. Раунды. Это рискованно. Ну, давай, давай, смотри. Давай, смотри, что сейчас будет. Очень интересно, что продолжат в этом раунде, ребята, из команды. СК гейминг. Ну, а мы видим, что делает FX. Не могу... Немножко не могу понять. А, вот так вот. Вот так. Да, вот тут нужно смотреть. Там есть, там есть кольты, и вот тут закрывают сейчас. Это как это? Ах, кубан ошибся. Ой, как ворвался, конечно. Минус лорд. Не, ну получше бы завесу бы сделали, было бы все отлично. А тут, смотри, тупо взяли, запустили. В итоге вдвоем. Тас, Нео, Тас. Не, я не довел прицел. Должен был минусовать. Долпана. Не додавил немножко, но он ему оставил, в принципе. Хорошо. Ну, тут, о, вот это вот, да. Сейчас бы здесь не помешал еще один игрок польский, чтобы все прелести забрать на следующий. Ну, начинают убирать раунды. Искать все, это тоже немаловажно для них сейчас. Ну, я уверен, что... Ну, видишь, видишь, поддаваться начинают поляки. Знаешь, вообще на Дайсе мне больше нравится сейчас. Вот поляки выглядят. Знаешь, получше, получше, намного лучше. Ну, тут Нео на сейф не убежало. Кружили. ОВП он отдает 6-3. Да. 6-3, разница уже в 3 очка. Ну, вот опять, и львиная доля. Половина, грубо говоря, была сыграна. Не, ну, все равно, честно, чувствуется, что FX вот очень мощно играет. Не знаю, как они, конечно, будут атаковать, но это... Ну, вот, по крайней мере, это не трейн, а трейнер там вообще шансов было немного. А вот здесь вот именно мощно играет FX. Ну, ну, FX, на самом деле, там раунд один, один-два раунда просто все испортили. Ну, там не повезло, когда они поджимали миды, потому что раунд, когда догнали Пашу там каким-то хедшотом жестким не прикрыли, он последний уходил. Хотя, ну, я не знаю, я на их месте остался, они так классно зазаняли центр, но решили, что их там зафлешат и расстреляют. Такс. Ну что, минус от Гидрайта есть один, тут попытался... Попытался постоять агрессивно на Наоне, получилось. Лорд не минус нол. Смотри, тут на один аппарат вот этот вот играют. И все его закрывают. Ну, надеюсь, что-то пойдет. Минус от Паши, он видел второго. Минус, Гидрай, там всех, кто он стрелялся, Паши не попадает, и его прыгает. Второй же, двух двадцать, спокойно забрали. Шещик, аааа, ше-четыре, ше-четыре, да, польза фрага Эдзи Питерс. Да, но сейчас будет оружие в руках, FX. Линза осталась предыдущего раунда, поэтому давайте смотреть, давайте смотреть, что по-моему, FX будут делать ветер. Такс. Вот жду я от них ярко-красивая игра, они должны показать, что все-таки ж... Самое тялое на команду в мире. Тут сейчас есть момент интересный. Минус кубы. Ну вот этот момент, ну здесь, посмотри, перекрыли, вот в прошлый раз так играли, то это такую же заготовку играли поляки, но... Там тогда яска не справились, а здесь вот очень агрессивно вышли, они с темного. Ну просто не попал не очень. И стали просматривать. Не попал в фейс, лестницы, прыгая, горгаясь, вот что там, чуть ли не с первой пули, не он. Так, опс. Опля, Лур сплясал щетку просто и все. Ну сейчас, наверное, будет. Тут просто все не получается, число команды. Сейчас все зависит от поляков. Форест все равно забрал Пашу. Форест этой Паши еще убивает. Убивается таз, минус... Ох, как он сейчас тут наказал. Один в три остался, ну давайте смотреть, что сейчас придумают сейчас ребята из... На самом деле в таких ситуациях либо просто бегаешь прятаться, либо стараешься. Потому что очень быстро ему нужно играть. Либо идешь просто таранить оппонента. Надеюсь, как видим, все понятно. Бум, поставили. СК тут все понимает. Бежать только в одну сторону он мог, естественно, можно занять заранее позицию. Попытка догнать таза. Ну и все, догнали. Минус анули, 6-5. Ну вот, смотри, выходит сейчас на ничью. Розыгры сейчас будет 12-го раунда. И если это 6-6, то проблемы поляков настигнут. А, ну будут. Сейчас они должны по-любому играть. В принципе, пока никаких проблем. Пока только 6-6. Еще останется три раунда. Еще они их поиграют. И потом вот... Потом мне просто интересно, как будет играть СК на Дасте защите. Вот мы видели Инферно, да, в СК. Незначная атака. Она просто в мега защитах. И вот на Дасте может происходить то же самое. Глпан открывает. Что-то у нас в раунде под Б. Ой-ой, Глпан там под Б штопает. Паша убежал. О-о-о, Паша! Паша зарезал Долпан и наказал Фейс. Зарезал Пашу. Ну, поприкалывались. Там закончились патроны, то не поприкалывались. Просто нечего уже было ему стрелять. Он достал нож. Да все равно прикольно. Конечно. 6-6. То есть Долпан там Фейс наказал. Ну что, 6-6 розыгрыш. Вот преимущество на один раунд. Давай смотреть. Такой вот общий план даем зрителям. Глпан минус Нео. Все-таки поймали. В этот раз Паша делает минус. О-о-о! Какой просто! Как удачно заходит сейчас Форест. Ну, практически удачно. Отпустил, конечно, он Пашу, но Фейс пришел на помощь. Не ждали там Фореста. Он сейчас там мог так зажать двух игроков прям по головам спокойно. Кубан вышел на... Ай, как он мюшнул! Аркада Зиги Драйт законтролировал. Ставься один таз. Очень хорошо поставил хедшот. Но это снова тупиковый момент. Это просто тупик. Слушай, ну что-то нужно менять уже. Уже давно нужно было поменять что-то АФХ. Их начали ловить на их поджимах, на этих аркадах. Ну, не железная оборона. Потому что они, походу, нет. Они когда сели... Смотри, делает минус. Один-два. Уже этого тут сжимают. Фокус на центр и все. Ну, с двух сторон. Да, перекрестный огонь. Здесь нет такого бинда, знаешь, как вот. В Боинбланке там есть бинт. Назад разворот на 180 ровно. Просто сожмешь кнопку и оп, уже спину смотришь. А тут надо... Тут такого бинда нет. Ну, поинбланке это совершенно другая игра. Она очень-очень быстрая. Я просто про бинт говорю, что вот. Быстрый разворот. Только не можно, наверное, раздать. Какой-нибудь альяс сделать. Не, ну тут все равно тут именно. Да, оно ведется. А, там сразу оп. Да. Человек-реакция просто. Да, да, человек-реакция. И можно туда-сюда, туда-сюда подраздавать. Так, ну что, у нас, как видим, пошел побыстрее. Побыстрее действуют сейчас шведы. Так, там у них действуют. Так, там у них действуют. А, вот все. Заметили вы, что там так, гранаты. Результат не дают. Паши забревают. Все, здесь, по-моему, в одну калитку сейчас пройдут терроры. И... Не знаю, тут бонусы, наверное, попытаются собрать сейчас. Ну, мы видим, подсобрались. Подсобрались парни с командой СК-гейминг на дайс. Сейчас у них пошли раунды. Но, как бы, еще будет одна возможность фраг-экзекутор взять седьмой. И немного усложнить жизнь команде СК-гейминг. Минус от Делпана, минус от Гетрайта. Да, дуба наменосует. Ой, как просто закрывают вообще всех. Ну, хотели сейчас поляки бонусы собрать. Хотели, если девайсы. Ну, и фигнишилось. Здесь именно с Гетрайс. Просто специально и без потерь. Без потерь против пяти деглоб. Стали сейчас СК. Притом, что сами побежали. Это восемь-шесть. Вот так вот, так дефолт. Знаешь, к девять-шесть вот так вот все идет. Но на последнем раунде есть деньги у фраг-экзекутор, поэтому не могут восемь-семь сейчас зажечь. Посмотрим, что на этот раз придумает FX Power. Ну, я теперь уже видно, что решили. Да, тут есть интересный момент. Делпан, делпан на пятерку открывается просто на длине. Спокойно дает фраг-папаша. Нейлтас поджали темный, как видим. Еще и пакет себе, кстати, забрали. Сейчас попытается Фейс здесь. Как он играет на границе? Как ситуацию реанимировать. Минусует Нейлтас. Минусует гранаты. Ну, вообще, это какая-то чепуха. Я думал, знаешь, ответили. Одновременно по два игрока встретились на длине, а здесь вот троечка зажимала двоих. Но Фейс был великолепен. Минус Кубан 9-6. 9-6. Сколько раундов подряд? Пять они или сколько? Пять, подожди, стоп. Восемь точно. Да, восемь. Нет, семь раундов они подряд вроде взяли. Серьезно. Серьезные расклады, конечно. 6-1, да. Да, все. Восемь раундов подряд от СК. Ждем вторую половину. Я думаю, она будет очень интересная, потому что сейчас начнется атака FX, и мы узнаем ответ на наш вопрос, как будут защищаться СК и смогут ли сейчас FX изменить судьбу этого матча и вообще свою судьбу дальнейшую. Да. И сравнивать счет серии. По сути, если все получится у них с пистолетного раунда, то будет все круто. Но не забывайте, что в начале этого матча СК отдали пистолеты и играли первую половину, выиграли с проигранным пистолетным раундом. Они выиграли 9-6. Ну что, обсуждение. Но судя по тому, как СК, они сейчас реально на кураже такие веселенькие, бодренькие. Они понимают, что сейчас будут делать. Я в этом уверен. Но полякам тоже здесь напрячься стоит. Если они, кстати, пистолетку берут, это уже... Да, то голливудскую улыбочку с лиц команды СК быстро можно стереть. И все. И не будет этой улыбки. Ну и фейса можно потом подстричь на лоса. Зачем? Ну не знаю. Ты какой-то жесткий. Я его на лоса хочу подстричь. Вот. Я не знаю почему. Уж слишком он улыбчивый. Вот. Будет ходить грустный такой. Троллишь, да, все? Троллишь по-прежнему. Троллим. Троллинг. Так, ну что, как раз? Ну, серьезно, обе команды не понимают, что, несмотря на то, что там 1-0 в серии еще пользуются СК, что пока что это ничего не значит. Сейчас FX могут ответить. Абдулбанки-то странные звуки издают. Вот. Абдул. Ну тут тролли, тут честно. Нет, нет, ничего. Так, ничего. Давай, смотри, да. Ну что? 9-6. В пользу команды SK Gaming у нас начинаются рестарты. И вторая половина. Да, давайте, давайте посмотрим, что затеет. Сейчас будет пистолетное кровопролитие. Ну, тут, конечно, надо вот защите внимание уделять. Я думаю, попытаются сыграть агрессивно. Мне вот так кажется, что будет от них что-то такое наглое. Ну, шведы всегда, в принципе, наглым стилем таким достаточно играли. Тут уже сейчас могут развернуться интересные ситуации. Смотри, на затылок попадает. Он вызывает одного игрока, вдвоем не заходит. Вообще разрушает Робана. Выглядит на путь, чтобы посмотреть. Это Форест. Это Форест, Таранин, вверхи темность. Это Айкибин его сносит, это 10-6. Вот это пистолетка. Вот это серьезно. Вот это серьезное сказ. Сделали то, что нужно. Они еще угадали раунд. Они угадали раунд. Первый минус вообще был левый. Потому что Делпан выходил и убивал игрока в затылок, в спину. То есть там немного ошиблись. Фикс, вот тот игрок, который смотрел Б. Вот он все-таки... Ну, вот смотри. Ну, либо он, либо тот, кто там стоял боком, так вышел глубоко. Непонятно. Нет, ну такое решится, конечно, Фикс. Хотели с верхнего сыграть. Нет, ну что, играли нормально. Просто врыв не приняли. Вот первый минус все решил. Вот если бы не было этого первого минуса Делпана, то можно было зацепиться там нормально за борьбу в пистолетке. Ну, и теперь придется тяжело. Теперь придется головой подумать, пораскинуть, не знаю. Ну, а теперь русские прикольчики. Да. Игра в русский прибор. Столовый. Столовый. Ну, сейчас зрители сами все могут видеть. Какие позиции. Куда кто идет. Ну, и тут уже, по-моему, все понятно. Становится команде SkyGaming, потому что там начинает... Пошел звездный десант. Респаун. Загидают игроки. Попытка прорваться на мусягу. Сшибают. Отлично. Дали размен. Шведы. Вот здесь вот очень хорошо играть. Фейк. Паша. Отлично. Паша здесь сейчас может оказать. Все-таки второе оружие должно у него. И Паша. Лурд. Ставит чайник. Остается один Гидрайт. Один-два. Противусть игроков нападения. Важный. Опасный просто. Напряженный момент. Прижмет. Ай-ай-ай. Ну, такие прямо... Коры-коры. О-о-о-о-о-о. Гидрайт. Гидрайт. Какая реакция. Как он ставит Лурду просто в чашку и... И что-то там пытается Гидрайт орать, но это больше похоже на мычание коровы. Один, 16. Изгны. Ну все, все. Все, я усполю. Да, ты опасен. Давай смотреть за матчим. 116. И у нас... Проблема у эффекта. Но не знаю, что они сейчас... Что-то сделать. так похоже знаешь на на лын ой такой именно правого да нет ну может я имел можно здесь покер обсуждаем они же не понимают да так что нормально так вот у шведов там к этому as info прямо идет вот они переговариваются постоянно как это прямо без молчания на порос открывается он еще живой ставится после этого ухода ставят как он еще ставит хэдшот но вот он дал информации просто очень много полезного момента робан минус на фейс закрывает и остается у нас один паша который в принципе тоже хочет блеснуть участ наглостью 1 2 игра да 1 2 2 их дубана робан против него но вообще ситуация сложная он может из него выжить максимум я считаю если будет очень внимательным давайте смотреть ваша стрельба но робот здесь просто в тушку добил конечно так не дострелял ваш это конечно развернулся но поздно 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 развернулся пораньше поздно он просто знал где второй игрок находится и все но мог бог если бы может быть не стоило бежать я просто на время не смотрел но по идее время еще было поэтому но с другой стороны баш тоже правильно сделал то что пошел сразу а вот просто убивать он знал позицию надо пойти убить и пробежать как бы на плент дальше немножечко не повезло видимо не угадался но это 12 6 разница в 6 очков и проблема у фэкс проблема проблема просто катастрофические да 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 но зрители думаю видят что происходит слева на их экранах такая звездная игра пошла попытка перелома очередная но и обычно такое приводит знаешь там спаду сразу не иногда это приводит победе но но тоже нашли чего делаем решили что вы все ситуации такая что все здесь надо все ли ничего вообще тактически разведиться не помешало бы то бишь там разыграть раунд скажем такой в чем мать родила вот но и что там не хотят не хотят этого делать так ну вот тут ой какая плюшка просто папаша влетает в попытке забросить долпана но не сам робан одеваться выходит на долпана робан еще помогает долпан вот это контроль она попадает просто жестко просто магнит его прицел наводится на тушке врагов и тринадцать шесть три раунда выхода команда ска полуфинал это у них фишка такая походу ска ухухуху кричать по очереди вот гидрайд главное закричал меня то улыбнуло простоял проскучал весь раунд на респауне но рад рад тринадцать шесть смотрим ну тут долпана сыграли чуть агрессивно гидрайда минус два гидрайда вот сейчас тот самый раунд когда можно разрядиться они конечно отдают четырнадцатый очко но они могут в принципе начать сейчас нарабатывать да но потом просто придется подряд тащить все это будет очень непросто может они на это и надеялись может так было задумано вот с разменом и для нас есть а до четырнадцать раундов в этом тащить ну да что бы нет почему да усложнить себя игру ну вообще гениальные планы созревают реально вот из таких вот бредовых идей ну давай посмотрим какие планы будет у фикс им нужно уже тащить все все подряд так ну вот тут уже с самого начала дуэлянта у нас тут стреляли вот так еще более менее ну что смотрим за поляками смотрим скучаем или не скучаем четырнадцать шесть конечно блин так серьезно выглядит в таких моментах вообще при таком счете команда может рассчитывать на стрельбу ну начинает вернее рассчитывать на стрельбу и упускает многие моменты многие мелочи из игры например как этот момент только здесь нео не заметили он за ящика вышел разменял робан фраг по нео это три в четыре и все равно в плюсе остается ск гейминг ну тут как-то попытка минус от кубана и вот здесь интересная дуэль у нас помещается паша паша отлично урабатывает просто через дым посчитал посчитал как будет пропрыгивать человек форест минус этот мемки юбина минус форест от лурда остается гидрайт один в два и скорее всего да пошел пошел локоть просто и и берут первый раунд трак экзекьютор с ватаки а вот если бы долпана не убрал если бы он не убрал долпана ну все наверное на этом игре закончилась да ну не закончилась будет ну лорд остался бы один в два и и а теперь смотри-ка взяли еще 7 раундов подряд и все в принципе будет в порядке у поляков угу верим в команду верим в поляков вот такс он тут сейчас немножко посмотри поменяли свои да я все равно смотрю вот не так страшно чёрт как его рисует я смотри точку себе поменяли я бы все равно бы не ставил допустим в финале не ставил бы я деньги на победителя этой пары вот честно это очень спорный момент вообще очень спорный все таки такой унтер страйк он этим и прекрасен что здесь команда может там проиграть другой в групповом этапе а потом а что россияне подсобрались вот кто выиграет полуфинал подсобрались и дали жару так ну идет движ потихонечку у коллективов подходит время злосчастное когда уже нет сидеться когда надо действовать и сейчас мы увидим кто же будет первым вот тут вот такой момент разыгрывать красивый зато центр парыч нормально разыгруют как видим тут пытается уже пройти да игроки заходят там момент да 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 вот это вот просто сейчас отстреливают там всех робан а вот этого парня забыли он здесь отсиделся хорошо ну тут приводного слушайте попытка прострела да простреливает гидрайт пашу не просмотрели дэнс не посмотрели дэнс не чекнули за ящиком обрадовались зашли что все на точку надо там там навязал робот борьбу в мидле очень жестко дал два фрага и матчпоинты для ск гейминг их тут очень много их тут очень много вообще шесть статистика восемь вон 0 на 7 у нас там таз да идет ну это рядовая ситуация думаю такой момент итак ну чтоб поляки а вот если бы они не делали серию таких волевых баев что бы было да ничего бы не было не в этом дело видишь не получается не получается шведы быстрее но все таки сложно конечно да со шведами на пике формы сейчас коллектив там что-то грандиозное кстати планируется вот там да уже нет подумали там раз слэм сказал туда не надо да вот так вот пошел тут контакт да сделал первый факт фейс минус 2 и проблемы у фэкс они уже в меньшинстве 4 в 3 в большинстве команда ск гейминг лур пробивается когда сейчас подъем неплохо уволил убил фейса фейс пытался там застрейфить так на пятюню и тут интересные моменты продолжают разворачиваться паша паша взял отрил долпана ну на ура и тут еще гибинг был в спине вот их там есть 2 АВП ну гидрайт форс ой кто-то пошел паша старое звено грубо говоря но с разменом они в принципе убивают это очко всю копилку 15-8 один матчпоинт отыгран еще еще чуть-чуть еще 7 ну это чуть-чуть не вот не играли бы волевые баи прямо серию целую там три раунда было бы нормально я думаю не ну конечно они там рисковали шансов было бы больше они уже шли там до конца уже все уже решили что может быть эмоции лишний раз сыграли но что поделать ну что тут у нас как видим у СК УСК УСК просто мы видим УСК пусто вот так вот подарил все-таки пусто минус от клуба минус от фейса ну и то с разменом ой бурта прям пытается сейчас убить подарки отправили ну отправили подарки дали прикурить фейсу ну я думаю здесь сейчас без проблем должны поляки уже отработать этот раунд как-то они прекрасно понимают что здесь и все такая серия еще и робан разменял второй матчпоинт отыгран еще шесть пятюня кстати пошли у СК-то молодкая пятюня от форста смачная они хотят сейчас закончить матч вот сейчас они хотят закончить этот полуфинал и но поляки не хотят заканчивать я думаю с огромным желанием как поймали дулпан не очень важный фраг дал первый агрессивно играл сейчас просто с ВДВП выйти не во второго забирает аркада парочка неудачная дулпана и робана забрал молодец ну посмотрите это колоссальный численный перевес тут короче на сохранение наверное играет урабатывает просто на б.2 игроков он не убивает АВП обмажет попадает в ноги выход на крон Форест Фед Кубинт и 1-1 с Фейсом они остались очень нагло действует сейчас Фейс но Кубинт сдерживает сдерживает этого игрока защиты и берется по поводу Фейс немного рискнул слишком вот он можно было потянуть время поймать тайминг когда игрок будет ставить бомбу либо он решил ворваться и дать ему Кубинт был готов он просто может думать что Кубинт в плент пройдет поэтому так и врывался в наглую третий матчпоинт отыгран третий матчпоинт отыгран команды и флаг экзекьютор с 15-10 итак но опять пустошку играет сейчас будет украина 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 сейчас вообще красиво зажег да зажал ну не зажал а зажег просто но он собрать можно он просто зажал если бы там был дигл был бы там дигл был бы там дигл тын 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 попульки но два что бы он смог бы сделать 15-11 и польский коллектив по моему решил взять еще четыре раунда ну что четыре раунда подряд берут и фраг экзекьютор снова будет все сооруженные у поляков здесь у поляков здесь каждый двайсный соперника выглядит как смертная казнь просто как смертный приговор все для того можно избежать очень очень сложно трудно ну ладно отлично четыре пять начало хорошее просто для польского коллектива они прям выбиваются преимущества в начале раунда вот это что это было вообще подсадочка это какая то недоподсадочка почему они подсаживаются уже в середине почти раунда кто спиртonic притянутся посмотрим четыре четыре видим жизни сейчас пойдут работать урабатывать коглородов по одному вам посмотрим летел сверху его огоровым показать минус отмолы еще в адроз 3 ли ооо ооо я нашу пройти остается и китрес спать у него очень Ой. Чёрт. Проболтался. Греки. Нашил гидрайт. Нашил вот сюда. Победа команды SkyGaming 16-11. И они выходят в финал. А я отхилил. Но у нас небольшой перерыв. Сейчас будет возможно после матчевого интервью. Невозможно, скорее всего, точно. И мы потихонечку переходим уже и готовимся мысленно к нереальному бою. К нереальному бою. Двух российских селективов. Virtus.pro. Кто самый крутой на районе? Кто самый крутой? Кто номер один в России? Кто получит деньги? Кто получит деньги? Кто вообще что ещё? Не знаю. В общем, кто? Кто мужик? Нет, ну это понятно, что все мужчины, да. Кто выйдет в финал, короче, я понял. Ждём. Всё на самом деле проще, не надо придумывать. Субтитры сделал DimaTorzok